Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, мы сегодня чествовали крестителя земли русской, равнопостального князя Владимира. Несмотря на то, что нас разделяет более тысячи лет, но мы понимаем, что его жизни имеют благие последствия для нашей сегодняшней современной жизни. Как важно правильный сделать выбор, и от этого выбора зависит часто очень-очень многое. Не только для детей, для внуков, для правнуков, очень для многих. Это называется благое, то есть доброе сеяние. А что ты посеешь, как известно, то ты пожнешь. А апостол говорит, кто щедро сеет благое, тот будет щедро и пожинать. А кто скупо сеет, тот и скупо пожинать будет. Вопрос очень важный, который мы должны задавать себе каждый день в надежде понять, «А что мы вообще сеем?» Сеем ли мы именно благое? А если благое, то насколько мы щедро это делаем? И вот князь Владимир, он был человеком очень-очень непростым. первая часть его жизни – это была жизнь в беспробудном грехе. Возможности, как у князя, были большие. Он и грешил, ну, всеми грехами, какими только возможно придумать. Он всеми грехами грешил. Потому что он не знал, что есть вообще другая жизнь, другой путь. Это человек, который воистину ходил во тьме. И отец его, Святослав, был таким же. Ну и, как известно, яблочко от яблони недалеко катится. Но была бабушка Ольга. Она была другой. Хотя поначалу она тоже была, что называется, плоти от плоти. Но потом она познала Христа. Ее жизнь изменилась. Она приняла крещение. Она говорила сыну своему, Святославу, чтобы он это сделал. Но он сказал, дружина меня засмеет, и кони смеяться с меня будут, если я крещение приму. И поначалу так делал и Владимир. Смотрел, конечно, на отца своего. Но вот все-таки отец в основном по походам промышлял военным. И бабушка занималась воспитанием. И вот особая благодарность всем нашим бабушкам, которые молятся, которые всех благословляют своих детей. Да, было время бабушек, особенно в годы советские, когда молодые люди боялись исповедовать Христа. А вот эти бабушки в белых платочках, они ничего не боялись. и можно сказать, вся вера православная сохранилась именно благодаря этому бесстрашию этих мужественных, мудрых бабушек. И вот несколько причин, почему все-таки князь Владимир принял крещение. В начале он отправил гонцов в разные концы цивилизованного мира того времени. Вернулись гонцы с запада католического и то, что они увидели, то, что они там услышали, почувствовали, не понравилось это князю Владимиру. То, что принесли с исламского мира, тоже его это не устроило. С иудеями то же самое произошло. И вот когда пришли с Византии, что называется с храма, который был небом на земле, Константинопольская София, ничего прекраснее в то время не было. Если, конечно, почитать, как совершалось богослужение, какие огромные хоры пели сотни человек, все это благоухалось ладаном, благовониями, все это сопровождалось красивым, торжественным богослужением, это воистину было небо на земле. И когда они побывали на этом богослужении, так и они и сказали, князь, не знаем, где мы были, на небе или на земле. Помните, как-то сказал апостол Павел, когда был восхищен до третьего неба, не знаю, в теле я был или без тела, я слышал неизреченные глаголы, которых невозможно изречь здесь, на земле. До этого или после этого приходили миссионеры, гонцы и от мусульман, иудеев, от западных христиан, от православных. И когда пришел, как сказано, православный философ инок, философ, мудрец, и он начал повествовать от сотворения мира до конца мира и показал икону страшного суда, это очень сильно проникло и убедило равноапостольного князя Владимира. Затем он осаждает Корсунь, ныне Севастополь, Херсонес. Он осаждает и говорит выдайте за меня цесаревну императора Константинопольского, иначе я пленю город и разрушил его. И было принято решение отдать за него Анну цесаревну. Она стала его супругой. Но перед браком он слепнет. слепот. И вот когда его покрестили, слепота спала с его глаз, подобно тому, как спала с глаз слепота после крещения апостола Павла. Он был таким же неистовым гонителем христиан, равноапостольный Владимир был человеком неистовым во грехе. И вот, братья и сестры, для нас это важно. Это некий архетип, такой прообраз, который нас учит в первую очередь тому, что для каждого грешника есть надежда на спасение. кто бы он ни был, кем бы он ни был, что бы он ни совершал в своей жизни. Потому что единственное чудо, которое совершил князь Владимир, а он нужно понимать, канонизирован церковью, но понятное дело, не за грехи. Единственное чудо, которое он совершил, это чудо величайшего покаяния, величайшего преображения собственной души. Он не изгонял болезни, бесов. Он все это изгнал из себя. Он настолько раскаялся, что он стал называться Красным Солнышком. Народ так его именовал. А поначалу он был диким вепрем, как его называли, по своему неистовству и жестокости. И поэтому князь Владимир разрушает основной стереотип, что человек не меняется. Человек меняется. Просто нужно правильный вектор найти. Именно где можно поменять себя, кто может мне помочь в этом. И поэтому самое главное это преображение собственной души, собственной жизни. Это самое великое чудо на этой земле. Представьте себе, что вы знаете человека неисправимого грешника. Вы знаете, насколько этот человек может быть чудовищем. И в какой-то момент вы узнаете, что Василий Иванович или Марья Петровна полностью поменялись. И конечно у вас возникает интерес, вопрос, а что смогло поменять этих людей? Их же невозможно было поменять. А таких говорят горбатого могила исправит. И вы узнаете о том, что человек раскаялся, изменил исправил свою жизнь. Разве это не чудо? О таком человеке помните в притче о блудном сыне отец говорит своему старшему сыну, который вроде бы был хорош с точки зрения своего такого внешнего поведения. И он говорит, сын мой, брат твой был мертв грехом, но ожил. И поэтому подобает нам радоваться и веселиться. Это главный повод, когда человек шел в ад, вернее сказать, не слой его, как по американским горкам. А тут наступает какая-то мгновенная перемена и человек останавливается на этой скорости, на которой невозможно остановиться. И вот мы видим, человек стал другим. Поэтому Господь говорит, не осуждайте никого. Знаете, почему человек осуждает? Потому что он не может преодолеть искушение очевидности. Настолько очевидно, что этот человек плохой и неисправимый. Потому что все вопиет и говорит об этом. И может оно так и есть. Но знаете, наверное, основная проблема этого человека в конечном счете всего человечества и грешника в первую очередь в том, что в него никогда никто не верил этого человека. И поэтому когда Господь говорит, не осуждайте грешника, Он говорит о том, что я в него верю. Как бы вам ни странно казалось, но я в него верю. есть там где-то на глубине способность что-то изменить и исправить свою жизнь. Поэтому, братья и сестры, мы смотрим на князя Владимира и понимаем, что святость на Руси началась с мирян. Причем мирян закоснелый грешник, в частности князь Владимир. Конечно, таких много было, потому что и Ольга равнопостная такой же была. И все те, кто тоже не знал Христа, очевидно, что они жили такой же жизнью, стремились подражать своему князю, потому что он был как бы примером для других. Такова была модель жизни в то время. Он даже одно время свез всех идолов со всех земель, где он княжил. И он хотел, чтобы был такой центр идолопоклонства в Киеве. Но вот когда он принял крещение, когда спала слепота с его глаз, он всех этих идолов сжег и побросал в Днепр. Это была очень решительная борьба. Вот что характерно для неофитов и что теряется со временем, неофиты это те, которые начинают только узнавать Христа. Они настолько бывают впечатлены, поражены святостью Бога, той благодатью, которую Господь дает, что они очень радикально подходят к как вот апостол Павел в сегодняшнем апостоле говорит, они ревностны, но не по разуму. Вот эта ревность не по разуму, она, конечно, бывает у многих, особенно в начале пути. И если будет вот эта ревность не по разуму, то мы как бы не знаем, знаете, до конца именно любви Божьей, что Господь любит каждого человека. Вот что отличает прежде всего истинных святых людей? Это любовь к людям большая. Это люди, которые настолько любили, что они никогда не оставляли в своем сердце молитвы за этих грешников. То есть их сердце было всегда переполнено любовью и молитвой за каждого грешника, потому что Господь желает каждому грешнику спастись и в разум истины прийти. А вот Неофит, он только машет такой дубиной или мечом налево направо для того, чтобы показать, как они говорят, правду Божию. Ты прежде всего исправь себя. И не просто исправь себя, а будь в этой правде до конца, потому что всегда у нас вначале правда зашкаливает, но мы и других там пытаемся вразумлять, сами себя при этом не исправляем. И потом наступает момент, когда мы теряем вот этот огонь, вот эту горячность. А знаете, почему теряем? Бывает даже вообще, можно сказать, отхождение от Бога, хотя поначалу был очень ревностный человек. По одной простой причине. Потому что ты сам благодати, той освещающей благодати, наполняющей благодати, ты не познал. Бог тебя просто по благодати вытащил из грязи. Но ты не познал благодати освещения. И поэтому ты в какой-то момент разочаровался в самом себе. Но ты пытался обвинить всех и вся и говорить, вот этот епископ плохой, этот священник плохой, этот мирянин плохой, все плохие, поэтому христианство плохое. Нет, просто ты себя так и не исправил. Этого чуда не произошло, что произошло с князем Владимиром. Это было настоящее преображение, которое было до конца. Конечно, он тоже был искушаем неофитством, и поначалу он как будто отстранился от княжеской власти. Он перестал наказывать преступников, убийц, грабителей, что буквально уже народ стал вопить. Князь, нужно предпринимать что-то, потому что завтра разбойники будут ходить по Киеву. И вот благодаря тому, что епископы вразумели князя Владимира, потому что у него вначале было очень розовое представление о том, каким должен быть князь христианин. Одно дело просто мирянин, а другое дело князь, когда ты должен, кроме того, чтобы творить добродетели, но ты еще должен пресекать зло. Есть четкое учение в церкви православной о том, что есть физическое зло, а есть духовное зло. Духовное зло это первопричина физического, а физическое это следствие. Так вот, с духовным злом должны бороться мы духовными средствами, то есть церковными средствами, молитвой, таинствами церкви, в которых мы участвуем, а с физическим злом должно бороться государство, потому что это последствия зла духовного, то есть его нужно пресекать тоже физически. И если не пресекать, будет беззаконие и анархия, сильные будут насиловать слабых и немощных. И вот когда прошел розовый туман у князя Владимира, потому что вначале он был в черном угаре греха, а потом оказался в розовом тумане иллюзий, и мы видим одна крайность сменилась другой крайности. И поэтому самое главное, чего человек должен достигнуть в своей жизни, это меры. Во всем должна быть мера. Как Пантелеимон держит в ложечке яд, чтобы вы знали лекарство. И только если в меру этот яд использовать, он будет лекарство. Помните, всегда символом медицины была змея, которая каплю своего яда капает на эту чашу. Так вот и Пантелеимон тоже держит, он знает кому сколько, потому что есть неразумные врачи, которые могут назначить человеку не то, что ему нужно. И кажется, это лекарство, но оно может стать ядом. Поэтому всякое лекарство, потенциально оно яд, и потенциально оно лекарство. И вот меру должен знать врач, должен знать педагог, должен знать начальник на работе, должен знать царь, который царствует, должны знать родители меру. Потому что часто говорят, ну я же правильно поступаю, я же правильные слова говорю. Конечно, правильные, допустим. Но ты же должен понимать, что все должно быть вовремя, кстати, в меру. И тогда это может помочь, а иначе может это убить и разрушить жизни многих людей. Князь Владимир, он прошел крайности. И он пришел к тому балансу, который должен держать в своем сознании каждый человек, у кого ответственность есть за других людей. Поэтому, конечно, для нас князь Владимир является образцом, и поэтому пусть никто не смущается, что вы видите святых в первой части своей жизни очень грешных людей. В каком-то смысле это даже лучше иногда, потому что он знает, что такое грех. Этот человек родился и начал ходить не сразу по коврам и по небесам. Он реально ходил по земле, и он знал все. И поэтому, конечно, когда человек знает, и он сделал уже много выводов, чтобы исправить это, вот этот человек, помните, как говорит апостол Павел, искушенный, то есть испытанный, может и искушаемым помочь. То есть те, кто сейчас искушается. Кто был так искушен? Христос до конца, он во всем был искушен, и поэтому он может помочь абсолютно всем искушаемым. И, конечно, все, кто идет этим путем, кто не боится участвовать в жизни, потому что многие боятся участвовать в жизни, и жизнь проходит мимо их. И часто они говорят, я готов умереть, лучше бы ты готов был всегда в жизни умирать, для того, чтобы жизнь торжествовала. То есть нужно прежде всего уметь жить, а не умереть, потому что умирать, когда Богу будет угодно, тогда Он тебя заберет, а сейчас живи, пока тебе Господь дает эту жизнь. И живи так, как блаженный Августин сказал, есть два царства в этом мире. Одно царство на земле, и это царство определяется любовью к себе до забвения Бога. И другое царство на небе, где любовь к Богу до забвения себя. И вот если будет вот эта способность любить Бога до забвения себя, тогда у вас будет отмирать все плохое и жить все хорошее. Вот таким был князь Владимир. За это мы его прославляем, за это мы его чествуем и восхищаемся, что он откладывал исправление жизни не на понедельник, не после Нового года, не после свадьбы, а сегодня. И именно это сделало его жизни такой замечательной и восхитительной. Мы восхищаемся и поем ему величание. Аминь. отминь. Отминь. Отминь.